Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Ну что мы видим? Локальный to the moon биткоина продолжается, не останавливается. И похоже, что вот сейчас прямо мы пробиваем 29 тысяч в очередной раз и идем дальше, куда-то выше 30, что ли? Напишите в комментариях, как считаете вы и вообще какая цена биткоина на момент просмотра вами этого видео, потому что, конечно же, движение сильное. Давайте посмотрим, немного отдалимся, немного отдалимся и посмотрим на графики. Ага, биткоин идет точно по нашему с вами прогнозу, ребята, вот почему вы должны быть подписаны на наш канал, на наш телеграм, чтобы не пропускать следующие апдейты. Конечно же, я сейчас утрирую, не всегда все сбывается точно по прогнозу, вы должны понимать. Но, тем не менее, что мы здесь видели? Это вот эта трендовая, которую мы удержали, это уровень плюс-минус 0.38 фибы, если смотреть от дна, или отсюда, если мы смотрим от начала импульса, то это плюс-минус 0.5 и 0.68 фибы. То есть, в принципе, мы дошли так почти до золотого кармана и оттуда отбились, если отсюда смотреть. Вот. Ну, отсюда, опять же, как я уже сказал, 0.38 фибы. Тоже нормально отбились. Как вы можете видеть, четко идем по уровням. Соответственно, следующая цель – это переписать вот этот вот локальный хай в 31 тысячу и пойти куда-то на 34. Это если просто по здоровому аптренду. Так-то по параболе можем улететь часы тысяч на 40. Смотрите, биткоин на месячном таймфрейме у нас с вами продолжает уверенное восходящее движение на свечах хайка нашей. Если мы посмотрим обычные свечи, то да, тут была коррекционная свеча в прошлом месяце, и мы вернулись на ретест сетки EMA Ribbon. На недельных же свечах у нас сейчас идет зеленая обычная свеча на зеленой точке, хороший, плотный. Посмотрите, какой четкий отскок от сетки EMA Ribbon. На свечах хайка нашей также это зеленая свеча. Вот то, о чем мы с вами и говорили. Мы вернулись на ретест поддержки, удержали ее. Сетка EMA Ribbon при этом переворачивается в бычью сторону, что свидетельствует о долгосрочном смене тренда с медвежьего на бычий. И вот мы начинаем отскакивать. Поэтому, ребята, поэтому, друзья, когда, если не сейчас, набирать и усиливать набор своих лонг-позиций, когда мы видим такое подтверждение? Естественно, друзья, дисклеймер. Дисклеймер в том, что может быть коррекция. Как после этого движения, так и не дойдя до этих целей. В любой момент может быть сильная коррекция. Поэтому здесь нам нужен правильный риск-менеджмент. По этой причине я набираю долгосрочную лонг-позицию на новой бирже Bitflex. Я взял в лонг-позицию на 1 биткоин. Сейчас она стоит 28 тысяч долларов. 28 700. Но когда я заходил, цена входа была 25 500. И даже ниже, на самом деле, была. Но я типа до туда усреднил. Короче говоря, я хочу этот лонг держать. Тут была позиция больше, чем на биткоин. Но вот 1 биткоин я хочу оставить, держать. Вот в обеспечении этой позиции, чтобы понимали, лежит всего полторашка. И если плавно загружать ее или разгружать, то можно вообще безрисково оставить биткоин. Лонг, который будет дорожать ровно настолько, насколько подорожал биткоин. Вот у меня прибыль 3000 долларов. Это значит, что на 3000 долларов подорожал биткоин. Вот такой простой, несложный трейд. Также здесь можно открывать хеджевые шарты. И, собственно, вроде бы, когда, если не сейчас, опять же, вот на младшем таймфрейме, мы смотрим 15 минутку. Ну, вроде бы, все говорит за то, что да, можем сильно упасть. Посмотрите, как сильно отросли. Но пока конкретно сигналов к шорту нет. То есть, чего я буду ждать для хеджевого шорта, это хотя бы пробитие вот этого локального сопротивления с закрепом ниже. Чтобы там хеджевого зашортить, не закрывая лонги. Понимаете, да? То есть, у вас два варианта. Если вы в плюсе в лонге сейчас. Первый вариант – закрывать прибыль и терять точку входа. А второй вариант – не закрывать прибыль, не терять точку входа. А просто где-то встать в хеджевый шорт и забрать прибыль с него. Но об этом мы поговорим в следующих видео. А так, конечно же, подмывает закрыться тоже самого по битку. Но с другой стороны, смотрю, какой тут закрываться-то. У нас же цель-то с вами вот 30-40к. И, соответственно, по альткоинам тоже, друзья, если вы глянете доминацию. Это же просто что-то с чем-то. Мы вышли в зону, скажем так, уже явно не средних значений за последние несколько лет. Поэтому даже если сейчас еще будет небольшой бит-сезон, я жду, что будет после этого альт-сезон. Потому что, ну, многие альты просто невероятнейшим образом перепроданы. В то время как сентимент мы видим с вами нейтральный. Нейтральный и шортовый, и лонговый. Такой достаточно чуть-чуть смещенный в сторону лонга сентимент. И, кстати говоря, вот мы у нас в телеге делали тоже опрос, как настроение трейдера. Лонговая, шортовая, забористая. Ну, если мы сложим шортовая и забористая, то в сумме будет больше, чем 50%. Но пока на самом деле голосование так, что-то особо никого не выделяет. Да, вы скажете, лонгистов чуть больше. Но, опять же, по факту их получается чуть меньше. Голосуем, кстати, активнее в телеге. И вообще добавляемся к нам в телегу. Ребят, вы что, у нас в телеге всего 28 тысяч. Вот наша реально активная с вами комьюнити, я понимаю, это 28 тысяч. И то там всякие боты. А в ютубе-то нас с вами уже 96 тысяч 200 с лишним. Ребят, поэтому давайте, если вы реально еще до сих пор почему-то не подписаны к нам в телегу, исправьте эту ошибку прямо сейчас. Ссылка есть в описании. Только будьте осторожны, куча скамов, не попадайтесь на них. Поэтому еще раз, вернув вас с Луной на Землю, мы все еще на Земле. Смотрите, мы даже под Землей. Вот, мы по Бенджамина Кова на этим логарифмическим кривым лентам. Мы вообще в супер офигительной зоне для накопления, как вы можете видеть. И все еще недооценены на 45%. То есть нам x2 сделать, это как бы просто вернуться к средним значениям. Не забывайте об этом, пожалуйста, ребята. И если хочется шартануть, откройте альты просто. И посмотрите, вот у меня открыт битдао. Посмотрите, как идеально битдао отбивается сейчас от 0.61.8 фибы от вот этого импульса. Смотрите, у нас был импульс, коррекция, ABC. И вот мы прямо сейчас make it or break it, это называется. Я не знаю, по-русски, типа как здесь. Когда, если не сейчас, короче. Вот, поэтому смотрим, что происходит. Я думаю, что отсюда будет сильный отскок. Но не забываем про вот это нисходящее сопротивление. По битдао это в районе 0.48-0.49 центов. Ну, 0.5, короче. По другим монетам тоже. Смотрим, вон, эфир. Смотрим, лайт, как хорошо отскочил. Куда еще даже, еще даже, куда я говорю, хорошо отскочил. У меня просто плечи большие, поэтому у меня плюс нормальный. На самом-то деле, ни хрена ничего никуда не отскочило. Посмотрите, эфир тоже в аптренде, понимаете. Вот, эфир вообще в глобальнейшем аптренде, невзирая на эти пузыри. Посмотрите, от какой трендовый он отбился, ребята, уже много раз у нас в этом цикле. Вопрос другой, что если он пойдет дальше от нее отбиваться, как реально не самый перепроданный альт, скажем так, именно эфир, так извините, он может сходить и на 1300 тогда, и на 1400 вот сюда. Потому что, ну реально, сравните с другими альтами. Многие другие альты вообще вот здесь валяются. Или даже вот там. Не будем показывать пальцем какие, да? Поэтому эфир, с этой точки зрения, конечно, не самый дешевый альт. Вот. А Dash, кстати, очень классно шевелится. Dash вообще один из самых перепроданных сейчас. Я думаю, он лучше всех пойдет. Я лонгую на Femex, как я вам показывал. С нулевой комиссией, чуваки. Все, кто просили поподробнее, идете на биржу Femex по ссылке в описании. Идете в Margin Trading, вот здесь 5x. Кладете сюда любую монету на этот счет. Трансфер. Bitcoin, USDT, что хотите. Хоть Shiba Inu. Все, что здесь, я не знаю, здесь, по-моему, Shiba Inu нету, но куча щитков здесь можно. Все, у вас появляется обеспечение. Это вот ваше обеспечение. В моем случае это вот сейчас 15-16. Оно было меньше гораздо. Потом вы берете долг, потому что это торговля с плечом. Дисклеймер, не финансовый совет, естественно. Это риски того, что у вас ликвиднет появляются. Но этот долг вы берете не под 100 годовых процентов, не под 200, как на Binance и BitGate, а под 0. Под 0% годовых в любой монете. Идете в Borrow, нажимаете «Одолжить тезер». Или «Одолжить BNB», если вы хотите его зашортить. Или «Одолжить BTC», если вы хотите его зашортить. Видите, 0%. Одалживаете, сколько вам биржи дают. Продаете его и покупаете то, что вы хотите лонгануть. В моем случае я пока что одолжил тезер, продал его, и купил на него Dash, ETC, Link, Audio, Uniswap, Dot. И оно уже все в хорошем плюсе. Как вы можете видеть. Но в будущем я планирую переложиться из этого долга по тезеру в долг по BNB. Потому что, по моему мнению, как я вам уже говорил, если вы меня смотрите, BNB к BitQ до сих пор очень сильно перекупленный. И да, вот он валится дальше, но я жду по нему какой-нибудь отскок. Сейчас он к доллару хотя бы вот. Смотрите, BNB к доллару даже не особо отскакивает на недельки. Сейчас его чуть-чуть, короче, на шортистах накачают деньжатами. И все. И вот мы потом с вами вот по этому вот нисходящему условному какому-то сопротивлению будем его шортить. Если, конечно, хотите, я буду, а вы как хотите. Вот. И Femex, как я уже сказал, дает нам это сделать с нулевой комиссией. А также лонгануть альты к биткоину. Многие перепроданы, если вы хотите. Это все можно сделать здесь вот так в два действия. Одалживаешь то, против чего, продаешь его и за этот тезер покупаешь то, что лонгуешь. Если непонятно, пишите в комментариях. Устроим отдельный стрим-разбор по этой теме. И биткоин кэш, слушайте. О, биткоин кэш плюс 20% красавчик вообще. И причем он тоже еще не начал шевелиться. Посмотрите, ребята, это очень важно. Блин, вот слушайте Грини, что вам Грини говорит. Вот это у нас уровень горизонтального сопротивления. Вот у нас уровни предыдущего дна. Это 250 баксов. Вот уровень позы предыдущего дна. Это сколько там? 300 с чем-то. 400. Вот они уровни, чуваки. И по дэшу, и по всему. По зик кэшу, по любому вашему щиткоину. Вот такие уровни сейчас будут примерно, скорее всего, взяты. Если мы, конечно, увидим альтсезон. Друзья. Ну, похоже, что он уже начинается, ребят. Вот у меня на битгете, прикиньте, в лонге по биткэшу уже x2. Уже x2 это был лонг с низким риском. С ликвидацией изначально ниже 80. Я потом добирал уже по тренду. Вот, так что сейчас, конечно же, надо будет фиксировать прибыль, частично хеджится. И ни в коем случае не пересиживать. Вот по биткэшу, да. По биткэшу, да. Но еще рано, ребят. Я говорю, он пойдет долларов на 200, скорее всего. Ладно, чуваки. Всем спасибо, кто посмотрел этот короткий апдейт. Вот такие у меня мысли, такие позиции. Я думаю, что рынок сильно еще отрастет. Доминация откатит назад. Соответственно, мы увидим нормальное движение по битку, которого мы еще даже не видели, чуваки. Тысяч на 40 минимум. А вообще, кстати, на самом деле, может быть, и более быстро мы пойдем переписывать all-time high. Судя по тому, что мы видим на традиционных рынках. Посмотрите на NASDAQ просто, чуваки. Посмотрите на гребаный NASDAQ, понимаете? Ему дал time high, а осталось плюнуть одну свечку на 9%. Понимаете? Посмотрите на NASDAQ. На S&P-ху посмотрите. Я уж молчу про NVIDIA, ребят. Просто посмотрите на NVIDIA и подумайте, сколько бы сейчас стоил биткоин, если бы это был его график. Все, всем профитроли, удачи в торговле. Ставьте лайки, тейки, стопы. И увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok